Доброе утро! 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 на что и посмотреть. Вот чем хороша вот эта организация, да, они не только занимаются проведением фестивалей, они еще занимаются экскурсионными программами. И сразу в положениях они прописывают, значит, что, где мы можем посмотреть. Вот это очень удобно. И у нас была очень большая, насыщенная программа. Да, Татьяна Леонидовна? Татьяна Леонидовна, продолжайте. Я здесь уже продолжу. Сам фестиваль это буквально три дня, но мы, как родители, решили все-таки продолжить пребывание детей в Санкт-Петербурге еще на семь дней, потому что из тех 16 детей, которые ездили с нами в эту поездку, 14 были в первый раз. Поэтому, конечно же, постарались насыщить, и каждый день у нас было какое-то мероприятие. И это был и «Щелкунчик балет» мы посетили, и «Ледовое шоу» с Еленой Бережной, и премьера «Аленький цветочек» в детском драматическом театре. Помимо того, это были обзорные экскурсии, экскурсия в Кронштадт, в Петропавловскую крепость. И как бонус уже в последний день для детей был аквапарк. Это вот в Петерленде. Конечно же, на протяжении пяти часов, когда мы были в этом Петерленде, конечно, это было таким финальным нашим выходом, точкой, которая, в общем, очень ярким пятном осталась воспоминаниях детей. И предполагаю, что, конечно же, и вот те впечатления, которые дети привезли, как сейчас родители озвучивают, конечно, все остались очень довольны, потому что, действительно, и грандиозное то, что мы так удачно выступили, и смогли дети максимально как раз познатразнообразить культурную программу. Вот, Велен, что тебе больше всего запомнилось? Ты вообще в Питере когда-нибудь была раньше, или это была твоя первая поездка во второй столице? В Питере я еще никогда не была, и это была первая поездка для меня в Питер. Понравилось тебе в Питере? Хотела бы туда переехать, променять, например, город наш Надым на Санкт-Петербург? Не знаю. Не знаю, не думала, наверное, еще об этом. Пока и в Надыме хорошо, да, и тем более есть чем заняться. Вот танцами ты почему, например, занимаешься? Что тебе это дает? Это дает здоровье, осанку. Может быть, в будущем как-то ты, например, танцовщицей хочешь стать? Вот сейчас у нас очень много популярных разных проектов, у нас сейчас танцы, в общем-то, такие, так скажем, много популярных направлений, да, и все стремятся, наверное, все-таки танцами заниматься. Вот у тебя какое по этому поводу мнение? Ну, все-таки быть ветеринаром, да, потому что танцы здесь помогут в любом случае, да. То есть танцы так для общего развития и, конечно, для удовольствия большого, я так понимаю, да? Ну что ж, какие, может быть, еще впереди поездки запланированы? Потому что я так понимаю, что это все-таки за счет родителей, да, удалось вот так вот выехать впереди-то. Что еще, какие еще, может быть, участие в каких конкурсах? Ну, вы знаете, вот любой конкурс – это школа, это очень хорошая школа, потому что дети не только себя видят, они видят и другие, и другие коллективы, и другие направления, да, если мы занимаемся только эстрадным танцем, но они же видят еще и современные танцы, они видят современную хореографию, они видят народ, чисто народную хореографию, да, классические балеты. Я, кстати, наблюдала за детьми, они очень смотрели, знаете, с открытыми глазами на этих девочек маленьких, которые стояли на пуантах. Вот так, но это очень же сложно. Это очень сложно, да. И также, когда вот мы пошли на болезнь, щелкунчик, вот тоже я наблюдала за детьми, они-то завороженные такие, ведь не все бывали в театре, как дети говорят, мы по телевизору видели, а жильем нет. Поэтому это очень полезно, это очень нужно на следующий год. Но, опять-таки, в связи со сложившимися ситуациями в стране, да, с таким, ну, положением, будем говорить, все ложится на плечи родителей. Конечно, желание есть. Есть выехать и на следующий год планируем. Но все будет зависеть. Опять-таки, как будут складываться обстоятельства? Опять-таки, как будут складываться обстоятельства? Я думаю, что будут они складываться. Ну, будем надеяться на лучшее, да. И вот такие вот замечательные дипломы, которые сейчас в данный момент у вас в руках находятся, еще неоднократно будут в ваших руках красоваться, да, и еще неоднократно удастся куда-нибудь выехать, может быть, в Москву на какой-нибудь фестиваль, конкурс. И опять-таки получить много... Надо планку повышать. Много-много удовольствия, опыта. Мы планировали в Швецию, конечно, но теперь мы поедем, наверное, во Вьетнам, да, Илья? Ой, а что за поездка во Вьетнам, интересно? Вы уже такие планы, да, на этот год уже строите? Когда коллектив выезжает на фестиваль, они попадают в базы данных, и поскольку наш коллектив уже с 99-го года мы в базе данных, каждый день по электронной почте нам присылают приглашение. Поэтому выбор огромный. Вот здесь мы уже выбираем, куда бы мы хотели. И на сколько хватит наших средств, чтобы выиграть. Вот, конечно, надо сказать большое спасибо родителям нашим. Они, в общем-то, заинтересованы в этом. И тоже есть большая поддержка. Все-таки в первый конкурс мы поехали, у нас было 6 детей, сейчас поехало 16. Родители в нас поверили, потому что действительно первый раз мы поехали, первый раз попробуют наши силы, и так удачно. Второе, пятое место. Вот, а этот раз уже, конечно же, вот, и те костюмы, которые были заранее приготовлены, конечно, это было все ярко, красочно, и поэтому, конечно же, вот с таким успехом мы приехали. С результатом. С чем, в общем-то, я вас опять-таки поздравляю в очередной раз. Наша творческая группа, наверное, к моим словам все-таки присоединяется и желает вам дальнейших творческих успехов, чтобы вы еще неоднократно порадовали и себя в первую очередь, конечно же, ну и всех жителей города Надыма, потому что замечательные такие у нас коллективы в городе есть и занимаются любимым делом и показывают хорошие результаты. Спасибо, что вы были этим утром вместе с нами, хорошего вам настроения, хорошего года. Спасибо, баба.